Правительство пошло всем нам навстречу. Берег турецкий вновь открыло для всех нас. И тут же мы отправились навстречу со Средиземным морем, солнца не боясь. А чё бояться? Мы же все привыкли на Средиземном море отдыхать. Поэтому будем здесь загорать и веселиться. И вам докладывать, тишь здесь на море или гладь. Уважаемые любители рок-музыки, ну сразу отмечаю сервис. Не надо ничего заполнять, за нас всё сделать. Принесут кофе, шампанского и холодного чаю. А мне это уже начинает нравиться. Уважаемые любители рок-музыки, я хотел поругать сразу прийти. А тут не получается ругать. Тут всё чётко. Сейчас мне принесут айс-кофе, мой любимый. От которого я худею. На глазах прям худею. Пойдёмте, выйдем, или ладно? Уважаемые любители рок-музыки, передо мной открываются все двери перед русской рок-звездой. Пойдёмте. Ну, к нашему приходу, видите, наводят порядок. Помните, когда в армии или на флоте, в учебке, траву красили к приезду к начальству. А тут к приезду волосчук АСД, видите, наводят порядки, поливают, чтобы всё зелёненькое было. Чтобы всё было хорошо. Они сразу поняли, что капитан прибыл, всё чётко. Это внутренний двор отеля. И вы же помните, что на востоке, на юге, самый главный признак богатства – это пресная вода, которая просто так льётся, течёт, испаряется. Это признак богатства, потому что люди её берегут, хранят. А тут прям показывают, что мы богатые. Они нас ждали. Я вот это единственное, что могу сказать. Что они нас ждали. Полтора года коронавируса. И, наконец-то, дождались, что проехал аж сам волосчук АСД. Уважаемые любители рок-музыки, я хочу проверить. Открываются передо мной все двери, действительно. Мне сказали, что я волшебником стал. Что передо мной все двери, а ну, а ну, а ну, а ну, а ну. И, открываются. Уважаемые любители рок-музыки, я стал волшебником. Передо мной открываются все двери. Идёмки. Этим надо воспользоваться. Обратите внимание, какая красота. Какая красота и удобство. Куда мне сесть? Но я хочу вам сказать, что это удобно. Продумано. Это какой-то дизайнер думал. Потому что прям удобно сидеть. Вот так вот руку положить. Это специально, чтобы я вдохновлялся. Перед сочинением вам турецкой песни. О том, как тут ждали многие годы руссо-туристов. Вот об этом хочу спеть. Как вы думаете, получится у меня или нет? Уважаемые хейтеры. Получится у меня спеть о том, как тут долго ждали русских туристов. Я почему-то уверен, что получится. А вы? Сомневаются. Хейтеры сомневаются. Нет, ребята. А поклонники мои. Уважаемый любитель рок-музыки в этом не сомневаются. Согласитесь. Уважаемый любитель рок-музыки. Вы знаете, что я чётко. Если я сказал, я спою о том, как тут ждали нас. Уважаемые любители рок-музыки. Продолжаю проверку своих волшебных качеств. Оно вот эта дверь к морю ведёт. Оно откройся при этом. Оно, 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 оно. А вы думали. А вон оно море. Видите, а вон оно. Вдали. Сейчас мы оформимся. Попьём кофейку. Айс кофе имеется в виду. И пойдём заселимся и на море сразу. Потому что мы ради этого сюда приехали. А как? Вы думали, что мы ездим по миру баловаться просто так? Нет, ребята, мы проехали на море. А я же морской человек. Вы не обратили внимание, что я моряк? Ну всё, ребята. Я же садится. Вы забыли, что я с кражанов? Уважаемые любители рок-музыки. А теперь я ускорюсь и проверю, а на ходу быстро открываются ленты или ударить за лубом во стекло. Оно. Открываются. То есть я наконец-то стал волшебником. А то же я раньше говорил, как? Я ещё не волшебник, я только учусь. А теперь, видите, я уже научился. Пошли пить кофе. Они хотят задать не один автограф. Они хотят много автографов. Поэтому они принесли мне опять айс кофе. И особо захотели меня задобрить. Они принесли турецкий кофе. С водичкой, с холодной. И с атакует конфеткой. Я сейчас буду дразнить режиссёра и продюсера. Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. Ам-ам-ам. Не дают есть сладости режиссёр. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, прям как в тюрьме. Вы понимаете? Не дают. Ну, а что делать? Ладно. Попробую кофеёк. Сначала вот этот. А ну. Ой, хороший же какой кофе. Вы знаете, первый раз я попробовал турецкий кофе на песке, который готовят настоящий, на горячем, раскалённом. Но не в Турции, а в Испании. И тогда я понял, что кофе может быть вакомством. Это было потрясающе вкусно. И здесь сделано грамотно. Но они турки. А это турецкий кофе. Если бы они ещё турецкий кофе не умели делать, ну, тогда, ребята, это бы уже называлось не Турция. А что-нибудь по-другому как-нибудь вкусное. А ну, пока режиссёр не видит, уважаемые огня. Ну, не дают развернуться. Не дают набрать веса воевала. Тогда ладно. Буду пить. Буду пить свой айс-кофе. Они заработали два автографа. Помимо того, что я уже дал. Кофе и тот, и тот хороший. Уважаемые любители рок-музыки. Но обратите внимание на вот этот номер. А я вам расскажу, как мы его получили. Это не просто номер. Это вилла. Мы-то сначала взяли для всех членов рок-группы отдельные номера. А потом они говорят, да не хотите ли вы виллу отдельную? А мы подумали, а что, а что, не то, что не хотите. Говорят, мы вам как в знаменитой рок-группе хотим предложить виллу собственным бассейном. Все, чтобы было четко, чтобы вы там все поместились. Чтобы вам было весело и удобно. А мы сказали, а почему нет? А ну показывайте. И вот они нам эту виллу предложили. Я сразу начинаю рассказывать, что она собой представляет. Справа гостевой туалет. Опачки. Смотрите, аккуратненький. Это для гостей. Для гостей. Слева спальня. Волощука СД. Личная эмоция. Выделили такую спальню. Видите, с двуспальной кроватью. С огромным плазменным телевизором. Дальше. Здесь шкафчики, видите. С сейфом. Обратите внимание, с хорошим сейфиком. Блестящим. Не позлобились на вешалки. Вот мы на Камчатке были, они позлобились. Две вешалки. Висел их на весь номер. А тут ведь аж по 10 штук. И еще есть гладильная доска. Видите, тут все есть. Вот так. И утюг сверху стоит. Смотрим санузел. А ну. Ох. Смотрите, аккуратненький, хорошенький. Санузел, все хорошо. Даже есть зеркало. Рассмотреть ее покрупнее. И выдавить какой-нибудь прыщ. Ну, на крайний случай. Вдруг появится. Все есть. Все сделано. Для удобства. Все прекрасно. И вот это вот, отмечая, недостаток. А не в ту сторону открывается дверь. А, она внутренне, да, она уже. Она внутренне, тогда же нормально. Вот он военно-морской душик. Такой, как я люблю. Видите, чуть-чуть, бродюрчик маленький. Чуть-чуть, чтобы вода не вытекала. Но все остальное нормально. И тут сверху душ хороший. И этот хороший. Конечно, нет цвета музыки, как в Вавельберге. Но ничего, мы переживем это. И что я хочу еще отметить здесь. Аж хочу отметить. Вот это, обратите внимание. Вот он, личный выход на бассейн. Вот он. Сначала пойдем мне гостиную посмотрим. А ну, где мы будем устраивать празднички? Пойдемте глядим. Уважаемые любители рук музыки, вы же, наверное, любите смотреть, как я устраиваю праздники с тостами. Разные пойдемте. Ну, во-первых, видите, все, и все тут. И чайник, заварной, и такой, и кофе. Все, и все положили, и все, и все нормально. Даже масок для этого положили запасных кучей. Холодильник есть. Наполненный водой всякой. Спиртного нет, но водой наполнен. А мы же не пьем. Ага, нам к чему? Нам же еще мало. А мы же трезвенькие. Потому что творчество и пьянка несовместимы. Запомните это, уважаемые любители рук музыки. И особенно хэви-метал, поп-саре по шансончике, которые думают, что он забабаловался. Понюхать там что-нибудь, выпить, забухать, закусить, не, ребята. Это несовместимо с творчеством. Запасной выход на балкон, на пляж, на местный. Видите, запасной выход. Потому что, вы помните, Вавельберг, у него везде были запасные выходы. Он же банкер был, он понимал все. Что маски шоу могут появиться в любую минуту. В нашей стране. А вот она гостиная. Ой, какая же хорошенькая. Гляньте. И тут, и тут есть вид на океан. И там есть вид на океан. Так что, будем прескаться прям с балкончика. Ну и здесь, обратите внимание, удобный диван, удобный стол. Огромный стол. Вся рок-группа помещается. Вся рок-группа помещается. И мы здесь устроим так называемое, любимое всеми членами рок-группы. Доширак вечеринка. Потому что, когда надоедает, вот эта вся вкуснятина всякие, этот весь all-inclusive. Тогда мы идем, покупаем доширак, запариваем его, садимся аккуратненько и рубаем. Потому что, ну что может быть вкуснее нашего русского доширака. У нас же целые фабрики построены доширака. По всей стране. А первый раз я доширак попробовал рассказать вам интересную историю. Вы же любите интересные истории. Уважаемые любители рургутские. Первый раз я попробовал, ну не доширак, но вот эту вот сублимированную лапшу с мясом сублимированным. Вьетнамскую. Как было дело? Я учился в аспирантуре. И с моим старшим сыном, а он тогда маленький был, с ним в одном классе учился вьетнамец. А его родители были аспирантами, у нас же в аспирантуре. Мать и отец. А они дружили с моим сыном. И он проходил часто в гости. Однажды они приходят, говорят, вы знаете, мы так давно не были во Вьетнаме, мы хотим съездить хотя бы на месяц туда. Вы не могли, чтобы наш сын пожил у вас. Мы говорим, да без проблем, пусть живет. И они уезжают. А тогда было голодные годы, это конец 80-х, начало 90-х, есть-то было нечего реально. И они мне приносят вот коробку, только не таких, как доширак больших, а такие плоские, маленькие, с целлофановой пакетик. Там была вот эта сублимированная лапша с перцем совсем, уже готовая, только растворительная. А я говорю, что это? Они говорят, это лапша наша вьетнамская. И показали, как ее запаривать. Я попробую, да вкусно, все нормально. И все, они оставляют сына, значит, и уезжают. Месяц их нету, два их нету. Ну, лапшу-то мы съели, понятно, сразу, по-быстрому, за месяц, где-то мы ее съели. Третий месяц нету, четвертый месяц их нету. И главное, ни слуху, ни духу. Но я же никогда говорю, ну что, давай установим, пацан-то полковый, давай, нам-то лишний сын не помешает. И мы уже приняли решение, ну ладно, пусть остается, он будет нашим еще одним ребенком. И они где-то через полгода вернулись. Вот, а такая вот история, первый раз попробовал эту сублимированную лапшу. А теперь, иногда, мы устраиваем доширак, вечеринки. Особенно, когда мы находимся в девушке пятизвездном отеле, где вся еда эксклюзивная. и вот это вот наш русский такой, знаете, небольшой пяточок России. Одновременно с Ютубнам, и с Китаем. Такое совместное, азиатское такое. Напоминание о том, что мы все-таки мы на половину азиат, а на половину европейцы. Это была шарка вечеринка. И вот такая вот прекрасная гостина. Поэтому мы здесь все поместимся и устроим здесь как-нибудь вечерком, а может и не один раз доширак вечеринку или еще что-нибудь такое вот интересное. Вот. Теперь пойдемте глянем, как разместили участников рок-группы Волощук. На второй этаж пойдемте. Уважаемые любители рок-музыки, а ну давайте, говорите, куда мне повернут, направо или налево? А ну, я сейчас узнаю, кто из вас налево ходит. Сейчас быстро узнает. Направо. А вы видите, а режиссер говорит, иди направо. И я опять стою в замешательстве. Для меня направо это вот сюда, для меня направо это вот сюда, для меня налево. Пойдем, как она сказала, я с ним да тут эксклюзивы, глядьте, тут ванночки такие прям глубокие, красота какая, с видом туда вниз. А здесь, обратите внимание, неплохой, неплохой санузел. Неплохой, блядя. Неплохой. На двоих, прям два краника. Туалетик, душик, такой же, военно-морской большой, хороший. Хороший душик. Ну и туалетик, неплохой. Всякие прибамбасы, там шампуни всякие, терки, шмёрки, все. Пойдем дальше. Вот. Тут, видите, двуспальная кровать. И у них собственный бакончик. Видите, где можно посидеть и принять воздушные ванны. А так. Пойдемте, пойдемте, налево, ну, по-моему, направо ходим. Обратите внимание, какие прекрасные украшения. Колоритые, как продают. Дизайнер, поработал грамотно, между прочим. Вроде бы просто. А, соломка. А, симпатичная. Симпатичная. Очень симпатичная. И вот это, видите, раз, ну, это под соломку. Это та солома натуральная. Это, все-таки, химия. Ну, химия медная, пластмасса. Ну, красиво. Очень красиво. А, что тут? А, о, тут тоже сейф есть. От руководителя группы будут прятать деньги, заработанные на кастролях. И я им покажу. Должна быть централизация. Должно быть казначейство. Вообще. Только у меня все. Все деньги у меня. Только так. У меня. Вы поймите, как только начнешь дробить деньги, ой, не у меня, извините, не у меня, а у продюсера, я имею в виду. Как только начнешь дробить деньги, все-таки, все-все развалится. Это основа единства, когда они в одном месте. А теперь идем на право или на лево, я уже запутался, но идемте. А тут, а тут на двоих, гляньте. Тут на двоих. Неплохо. Клавичницы тут будут. Клавичницы. Смотрим сюда. Опять-таки, видите, по 10 штук вешалок и сейф. Ну, такие хотят сепаратизм устроить, а? Я имею в виду, турки. Они хотят разделить рок-группу Волочек-везда, а ничего не выйдет, потому что у нас продюсер, и режиссер, он очень талантливый предприниматель, он не даст развалить рок-группу. Смотрим сюда, идемте. Ну, просторненько, просторненько, я хочу сказать. Опять-таки, видите, на двоих душах военно-морской, прекрасный, и вот эти просторненький. и, конечно же, зеркала, мне нравятся они, хорошие. Очень хорошо видно рок-звезду. Вот, вот смотрю и вижу, прям отчетливо все. Как вы, нравится вам отчетливость в зеркале? это хорошее зеркало, скажи, с хорошей основой. Специально все для рок-группы Волочекайзда и лично для лидера группы. Понимаете? Ну, и вы думали, это искусственное? Нет, это натуральное. Не жлобятся, поливают, земельку, все, положено. Ну, и опять вид на море океан. Но я им не рекомендую отсюда прыгать. Буду спускаться вниз. Ну, а теперь кульминация. Кульминация, пойдемте мне. Кульминация, вы покажу. А сейчас наступает кульминация момента. Осмотра номера. Вы знаете, у меня кульминация какая всегда. это прыгнуть сюда. Прыгнуть уже а я предлагаю кульминацию. Прыгнуть в воду. Э? Давайте. 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 Идем. 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 Начинаю готовиться. Начинаю готовиться. Эх. Толкайте меня на преступление. На нарушение моих правил. Не на кровать прыгнуть, а прямо вот сюда. Прямо сюда. Давайте. Не поминайте лихо. А ну. истиня из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории ванбесцензуры расскажет рокер Полощу